Иркутск 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 Вот наш детский хоспис Хочу сказать, что наш хоспис Расположен в здании 1983 года постройки В моем ровеснике Конечно, изначально Было построено Видение Министерства образования В те годы Как детский сад Яслина 160 ребятишек В 1995 году его передали В Министерство здравоохранения Это стал дом ребенка и в 2017 из Дома ребенка был перепрофилирован в детский хоспис. Моя презентация, мой доклад, как мы проводим праздники для пациентов и семей. Хотелось бы отметить, что праздники – это именно та часть, досуговые мероприятия, в которых очень хорошо задействовать некоммерческие организации и волонтеров. Они очень хорошо откликаются на проведение различных видов праздничных мероприятий, и практически 50% – это их работа. Главное – вовремя взять их желание в оборот. Праздники мы проводим разные. То есть это и красные дни в календаре, и это те праздники, которые мы создаем сами. Такой праздник, как День красоты. Мы его проводим тогда, когда нам становится скучно. То есть тогда, когда хотим привнести в наш хоспис красоту. Целый день творится красота с родителями, с их детьми и с большим участием персонала. Персонал тоже участвует активно с ресницами, ногтями, новыми прическами. Вот вы видите на слайде наших мам с их ребятишками, потому что после проведения всех салонных мероприятий у нас фотосессия. Нам удалось построить хорошие взаимоотношения, сотрудничество со священнослужителями, конкретно с Православной Церковью. Мы с остальными конфессиями тоже работаем, но с Православной у нас все-таки самые удачные взаимоотношения. У нас несколько активных священников. И вот один из священников пришел ко мне с идеей проведения пасхальных молебнов. И теперь каждую пасху в нашем хосписе осуществляется проведение молебна с участием, конечно, всех, кто есть в хосписе, и приглашением родителей и детей православных, которые находятся у нас на выездной службе. Он проходит у нас очень весело, ярко. Церковный хор в составе священников проводит молебен. И все, что есть в нашем светлом празднике Пасха, мы, конечно же, здесь проводим. Прекрасный, яркий праздник, позитивные эмоции, хорошее настроение. День защиты детей. Точно так же прекрасно, что это летнее время, потому что у нас в Сибири чувствуется летнее и зимнее время разделения. И мы стараемся все летние праздники проводить на территории хосписа. У нашего хосписа достаточно большая территория, зеленая. Мы берегем каждое дерево, каждый кустик. Стараемся больше и больше насаждений, чтобы у нас появлялось новых. И все летние праздники проводим с использованием нашей территории. Точно так же День защиты детей. Приглашенные. Это и животные, это и роботы, и аниматоры. И вот все-все. День знаний. Наши ребятишки не лишены, должны быть такого праздника, как 1 сентября, Дня знаний. И мы в хосписе точно так же организуем День знаний. Иногда, когда у нас поступают обучающиеся дети, к нам приходят педагоги, у нас подписано соглашение с Министерством образования для детей, которые могут обучаться. Приходят педагоги, у нас хорошие отношения. И День знаний для наших ребятишек точно так же существует, как праздник. Мы его проводим, и наши дети понимают, что не только за территорией хосписа ребятишки бегут шариками в первый класс и в другие классы. Но и наши точно так же знают, что такой праздник есть. Новый год. Куда без Нового года? Это же желание, которое осуществляется. Мы пишем письма Деду Морозу, нашей ребятишке. И приходит куча Дедов Морозов, снегурочек. И поздравляем детей, находящихся как в хосписе, стараемся исполнять желания, так и на выездной службе. Вот здесь фотографии ребятишек, которые мы поздравляли на выездной службе. Стараемся всех объехать силами нашей выездной службы. Не всегда удается задействовать здесь благотворительные фонды. Начинаем где-то с 20 декабря объезжать и заканчиваем уже в январе. Захватываем Рождество. Верхняя фотография. Это коллеги мои из детского хосписа. Мы в Новый год еще делаем такие праздничные поздравления с участием персонала хосписа. У нас активные и инициативные люди работают, которые с удовольствием ставят какие-то сценические сценки какие-то, делают для персонала, для родителей. Тоже очень тепло проходит праздник такой светлый, прекрасный. Помимо этого, 31 декабря, конечно же, ночь новогодняя у персонала и у детей. День рождения. Ну, естественно, да, мы за этим строго отслеживаем. У нас есть психолог в хосписе, у котором лежит курация детских дней рождений, находящихся как в стационаре, так и на выездной службе. Стараемся никого не пропустить. И если, не дай бог, да, где-то так попало, что мы где-то кого-то забыли, то мы всегда появляемся на следующий день и поздравляем. Стараемся максимально задействовать здесь, конечно, и фонды, и волонтеров. Вот наверху вы видите волонтеры наши, которые подарили нашей девочке телефон. И девочка безумно счастлива, потому что был подарок на день рождения. Различные моменты. Я вам показала, что если есть желание, можно воплотить многое. И если благотворительные фонды, очень сложно вовлечь в такие проекты, ну, дорогостоящие, как вот, допустим, сопровождение интерната, респираторной поддержки, медицинские изделия, да, потому что фонды сейчас сразу говорят, что это же государство, 348Н, то вот это в праздники, вы можете их очень охотно вовлечь. У нас нет никакого фонда, который работает конкретно для хосписа, да, который бы создан при хосписе. У меня их тысяча штук, я их всех вокруг себя собираю, организую, каждого в какое направление можно. Но вот это направление, это самое легкое для меня, самое благодатное. И оно всегда отвечает, там всегда есть результат. Я вас, коллеги, благодарю за внимание, передаю вам всем привет с берега Байкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова